Друзья, всем привет! С вами Петр Руслан. Значит, сегодня мы снова поговорим о патронах. И сегодня я хочу продолжить нашу рубрику «Экспериментальная дичь». Правда, сегодня у нас будет скорее больше вопросов, чем ответов, потому что хочу рассказать сегодня про патрон, про который практически нет никакой информации. Итак, что же мы видим здесь? Мы видим здесь экспериментальный патрон к пистолету-пулемету FN-P90, который в итоге был принят на вооружение с патроном 5,7х28. И как мне удалось выяснить, в рамках разработки данного патрона и данного оружия было сделано великое множество экспериментальных патронов, в том числе и вот такой. И этот патрон чем интересен? Калибр у него также 5,7 мм и длина гильзы. У него 40 мм. При этом это патрон безгильзовый. То есть, что здесь планировалось сделать? Здесь планировалось сделать гильзу из сгораемой оболочки. То есть, наверное, его не совсем правильно назвать безгильзовой, но смысл здесь в том, что гильза после выстрела из оружия не экстрагировалась. И поэтому, в отличие от немцев, я вам когда-то рассказывал про немецкий безгильзовый патрон. Немцы сделали, скажем так, корпус этой гильзы делался из прессованного брикета пороха. То есть, по сути, все вот это вот и есть порох. То бельгийцы решили пойти немного другим путем. Сделать сгораемую оболочку из какого-то легко горючего пластика, в который бы засыпался обычный порох. Что, скажем так, избавило бы их от подбора вот этого состава, который, когда порох перемешивается с каким-то связующим составом типа лака, чтобы из него можно было прессовать вот такие вот бруски. При этом это позволяло, скажем так, упростить хранение этих патронов, потому что какая-то вот такая оболочка, она явно лучше, чем именно прессованный порох, который может колоться, крошиться от физического воздействия, от температур. Здесь с этим было бы попроще. При этом мы здесь видим вот такую вот пулю в таком вот пластиковом поддоне и капсюльное гнездо. Насколько я понимаю, это просто было капсюльное гнездо, куда сажался капсюль, который поджигал саму эту оболочку, а оболочка прожигалась и, в свою очередь, уже поджигала порох. Это, собственно, все, что известно про вот данный вот этот макет. Я начал копать, пытаясь найти немного больше информации про данные экспериментальные патроны, да, и как они вот от такого патрона пришли вот к такому, который, ну, скажем тогда, вообще близко даже не похож, и наткнулся на одно обсуждение на американском форуме коллекционеров патронов, где увидел несколько фотографий, на которых запечатлено огромное количество экспериментальных патронов именно по программе FN P90. И здесь вот у меня даже разбежались глаза, потому что я вам сейчас попробую все эти фотографии показать, да, потому что здесь даже не десятки, а, наверное, сотни разных вариантов патронов. То есть были и патроны с пластиковыми гильзами, и вот такие вот типа безгильзовые, и патроны с гибридной гильзой, где у одних, как вы видите, есть донца латунная и тело гильзы пластиковое, у других, наоборот, донца пластиковая и верхняя часть гильзы из латуни. Всевозможные комбинации, огромное количество разных вариантов именно патронов с металлической гильзы, да, вот можно увидеть здесь и латунные гильзы, и что-то похожее на алюминиевые гильзы, и какие-то, видимо, стальные гильзы, и много-много-много всевозможных патронов. Единственное, что их объединяло, что у них у всех был калибр 5,7 мм. То есть, видимо, это было требование военных именно к такой пуле. И вот здесь вот можно увидеть, да, какой огромный путь проходят конструктора перед тем, как у них появляется на руках какой-то готовый образец, да, который всех более-менее удовлетворяет. То есть, видите, сотни разновидных патронов, которые, наверное, часть из них точно должна была отстреливаться на баллистику, на работу автоматики. Часть, возможно, это просто какие-то массогабаритные образцы, которые сделали, чтобы посмотреть, как они будут работать в автоматике. Но, тем не менее, количество вариантов, которые сделали при разработке этого патрона, просто поражает воображение. Ну, а возвращаясь к нашему герою, и если сравнивать его с, например, безгильзовым патроном немецким, тут можно увидеть несколько, ну, скажем так, плюсов и минусов, да, по сравнению с немецким вариантом. Как я уже сказал, да, немецкий вариант, ну, скорее всего, более хрупкий, по той простой причине, что он сделан именно из прессованного с каким-то связующим элементом пороха. Здесь все-таки имеется какая-то оболочка. Но при этом немецкий патрон, скажем, более компактный, да, во-первых, он квадратный, что позволяет его более плотнее упаковывать и в магазин, и при хранении держит подлиннее и покруглее. Из минусов здесь еще, скорее всего, это сгорание этой оболочки, да, то есть если, допустим, можно предположить, что порох, прессованный с каким-то лаком, может сгореть без остатка, то здесь вот от этого пластикового корпуса, наверное, должен оставаться какой-то нагар, что потребует чистки оружия. При этом, конечно, патрон тоже очень легкий и очень компактный, да. Но в итоге, как мы знаем, более-менее до вменяемого результата дошли только немцы, бельгийцы от этих вот идей отказались, и их разработка закончилась на более-менее классическом патроне 5,7 на 28 к оружию персональной защиты, да. И, как мы знаем, этот патрон, по-моему, в этом или в прошлом году, насколько я помню, вроде бы даже официально встал на вооружение НАТО, хотя оружие под этот патрон распространялось и на гражданском рынке, и в каких-то спецподразделениях, но официально в НАТО, по-моему, он появился только сейчас. Тем самым полностью победив немецкий патрон 4,7 на 30. Так что на примере этого интересного макета, я думаю, вы могли убедиться, насколько разработка патронов – это сложное дело, и как много вариантов можно придумать. Надеюсь, вам было интересно. А на сегодня все. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok